Сегодня я читаюсь о том, как у меня началось обучение веб-разработки по программе FullStack JavaScript Developer в Эльбрус Bootcamp и как проходила фаза 0, которую я закончил буквально пару дней назад. Привет, меня зовут Денис, в ноябре 2023 года я решил освоить профессию веб-разработчика и на этом канале рассказываю, как я ползу по этому пути. Подписывайтесь, если неинтересно узнать, чем это все закончится. Возможно, это то самое видео, которое вы ждали, чтобы создать атмосферу за вашим новогодним столом, так что поехали. Тем, кто в первый раз на моем канале, напомню, что обучение в Эльбрусе я выбрал за интенсивный формат, сжатый до 4 месяцев по 10-12 часов в день, большая часть которых проходит очно в кампусах Москвы и Питера, плюс актуальный стэк технологий, потому что кому же нужен неактуальный. Это пока единственный формат на рынке, который может предложить очный интенсив, поэтому я решил, что потери 3-4 месяцев не сильно ударят по плану, даже если ожидания от себя или от школы не оправдаются. Я люблю, конечно, свое прекрасное рабочее место дома, у меня, в принципе, там получается учиться, но объем отвлекающих факторов, часто возникающих совершенно неожиданно, иногда бывает слишком велик. Да, вот ты какую-то тему сложную погрузился, вошел в это состояние, и тут тебе нужно решать срочно какие-то задачи, которые возникают неожиданно, вырываться из этого состояния, а войти в него бывает очень сложно. Поэтому выход в очную форму для меня лично очень важен. Обучение в Эльбрусе делится на 4 фазы, каждая по месяцу. Единственная фаза, которая проходит онлайн, это нулевая. По ее результатам тебя пропускают на фазу 1 в кампус. Кстати, чтобы попасть на нулевую фазу, одного желания недостаточно. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте Bootcamp, пройти обучение и онлайн-тестирование. Можно, конечно, и сразу пройти на тестирование, если знаний в JavaScript достаточно, но это не про меня, меня это не миновало, и я прошел все этапы. Но и это еще не все. На тот случай, если все задания для вас написал чат GPT, предусмотрено еще и видео-интервью, где ребята из Bootcamp знакомятся с вами, болтают, дают задачки на базовые знания JavaScript, и потом уже вместе решают, пускать вас на нулевую фазу или нет. Этот этап кажется сложным, но он создан для того, чтобы проверить и укрепить серьезность ваших намерений и подготовить к следующим вызовам, которые могут быть сложны без должной подготовки. Но все равно чувство момента зачисления на фазу 0 чем-то схожа с получением первого оффера. Приятно с успехом закрыть даже такую простую задачу, как поступление, над которой через пару месяцев будешь вспоминаться с исходительной улыбкой. Давайте посмотрим, как проходит обучение на нулевой фазе. Сначала вас подключают к основным каналам коммуникации с командой и вашей группой. Это слаг для получения организационной информации и для обсуждения вопросов на любом из этапов обучения. И репозиторий школы на GitHub, которые используются для процесса обучения. На GitHub лекции, видео, полезные материалы и задания, разбитые по дням недели, включая выходные. Ах да, и еще вам присваивается название. Это внутренний процесс в Эльбрусе, на него повлиять нельзя, но ребята придумывают хорошие названия, с которыми приятно себя ассоциировать. Орлы, лисы, совы, рыси, сириусы, спутники. В общем, нормально. Моя группа называется Буйволы. Такое же название имеет и группа в Питере. Мы стартуем в одно время. У нас общая группа в Telegram, где мы помогаем друг другу. И еженедельные созвоны с нашими кураторами и наставниками для разбора еженедельных заданий и ответов на все вопросы. Ребята из моей группы даже организовали свой Discord канал, где шарят экран друг друга, вместе трудятся над кодом, делятся опытом и получают поддержку. В одном потоке у нас работает около 20 человек, чуть-чуть меньше в Питере, чуть-чуть больше в Москве. Из чего же состоит нулевая фаза? Она делится на три недели с заданиями на каждый день, включая выходные. Первая неделя — это HTML и CSS. Мы знакомимся с базовым синтаксисом, учим правильно применять теги и правила, следуя лекциям и дополнительным материалам. По итогу первой недели мы уже верстаем макет адаптивного сайта, онлайн кинотеатр с меню, карточками фильмов и рейтингами, который отзывается на изменение размеров окна, выстраивая элементы в соответствии с обновленными границами пользовательского экрана. Тут же на этой неделе основы git, без которых загрузка заданий для проверки была бы невозможна. Git-clone, git-add, git-commit, git-push, плюс pull-requests. Базовый набор для взаимодействия с наставниками и кураторами. Вторая неделя — это начало работы с JavaScript и DOM. Тут мы пишем наши первые программы на JS, учимся на реальных задачах работать с основными конструкциями, JavaScript переменными, объектами, массивами и стандартными методами, использующимися для разных типов данных. Разбираемся с деревом тегов в структуре HTML-страницы, учимся дергать их из кода, изменять, добавлять новые блоки HTML в зависимости от задания и решаем алгоритмические задачки. На той же неделе, ближе к концу, пытаемся полюбить тестирование с помощью фреймворка Jest и такой-то матери и уходим на выходные. Итог второй недели — это старт финального проекта, который объединяет все знания, полученные ранее в одно веб-приложение. В нашем случае это была программа транслитерации строк с добавлением значений в динамический список. Работа со стилями в зависимости от количества элементов, адаптив, функция транслитерации, собственно говоря, своя всплывающая подсказка на длинных словах, правильное удаление элементов, обновление индексов и очистка списка — вот как бы основные темы, которые нужно сделать, чтобы работу приняли. На нее дается 4 дня, но лучше сделать быстрее, чтобы не оставлять много материала позади. Потому что в каждой из этих 4 дней тоже есть задания, которые хорошо бы выполнить. Тут, конечно, очень помогают выходные. Третья неделя — в основном введение в ООП, работа с чужим кодом и алгоритм. Мне сложнее всего далось задание по работе с чужим кодом. Тут нужно было познакомиться с частично написанной программой и дописать ее в соответствии с уже реализованной там логикой. Пару дней я на это потратил точно. Алгоритмы — тоже важная часть работы. Они даются в каждой неделе понемножку и обычно представляют задачки с код варс, которые поддерживают текущие темы и помогают лучше их понять. Не стоит их бояться, достаточно ввести себе одну простую привычку — делать хотя бы одну алгоритмическую задачку каждый день. Я больше всего люблю лид-код и хочу на него уже перейти. Ну и код варс, в принципе, прекрасно подходит. Я там уже решил порядка 60 задач. Единственное, что для меня оказалось важным — это соизмерять уровень подготовки со сложностью задачи. Если она отнимает у меня более 30-40 минут в день, то в моем случае это влияет на процесс обучения, и я снижаю сложность этих задач. Держусь в балансе между тем, чтобы мозги и работали при их решении, но чтобы их не сильно раскурочило, ведь основную работу за меня по курсу тоже никто не сделает. Процесс решения задачи каждого дня, начиная с первого, выглядит так. Сначала мы выгружаем его в свой репозиторий на GitHub, потом клонируем к себе на локальную машину, делаем задание, выгружаем в свой репо обратно, и потом делаем пул-реквест в родительский репозиторий Эльбруса, и после этого ждем обратной связи от наставника. Лично мне было очень комфортно работать с нашим наставником. Подробная и своевременная обратная связь, бережная, с указанием на основные косяки и предложениями, как можно написать лучше, а каких частей кода быть не должно. Я для себя создал отдельную заметку в Notion, где прописывал все свои косяки, чтобы постараться их не повторять в будущем. Без нее я частенько пропускал моменты, на которые мне уже однажды указывали, и чувствовал себя от этого глупо. В общем, каждый день я занимался минимум по 8-10 часов с перерывами на домашние дела и спорт, и в конце нулевой фазы получил приглашение на фазу 1. По моим ощущениям, я сделал около 80-90% заданий, пропустив несколько из-за работы над финальным проектом по транслитерации строк и проектом по доработке чужого кода. Вот я все это рассказываю, и мне даже самому не верится, что за эти три недели можно освоить все эти темы. И я не хочу, чтобы у вас складывалось такое ощущение. Ребята, которые переходят вместе со мной с нулевой фазы на первую, тоже отмечают, что переходят на первую фазу с синдромом или с чувством самозванца. Что ты еще все не освоил, что хорошо бы еще раз пройти фазу 0, потому что тебе кажется, что на этой нулевой фазе от тебя требуют именно глубокого понимания рассматриваемых тем. Смотрите, я думаю, что цель нулевой фазы не в этом, а в том, чтобы познакомить нас с базовыми концепциями в применяемых технологиях. По его итогу я представляю, как это все работает вместе. Но до глубокого понимания адаптивные верстки, работа с дома или написание тестов, конечно же, еще очень далеко. Но зато я уже знаю, что, где и зачем, и мне это делает обучение гораздо более комфортным. Что из минусов? Для меня это онлайн. Он не дает широкой возможности задать сиюминутные вопросы, которые часто возникают. Как написать это лучше, почему тут такая конструкция используется, зачем эта хрень здесь, как кто пригодится в будущем и так далее. Плюс ты оторван от коллег и не совсем понимаешь, как ты двигаешься относительно других, как твои трудности преодолеваются теми, кто вокруг тебя, кто пишет и справляется лучше и на кого равняться. Немножко в вакууме из самого себя находишься, а я привык иметь хорошее представление о среде, где я нахожусь и чувствовать течение вокруг. Думаю, на первой фазе этот минус уйдет. Итак, меня ждет первая фаза. Она начнется 8 января. После праздников, очень удобно. Мы будем разбираться с основами Node.js, баз данных, регулярными выражениями, асинхронностью, продолжать мучить ТОП и тесты. В общем, будет интересно. Еще я с Эльбрусом буду делать что-то вроде дневника в супер коротком формате. Шорт, рилс, кружочки. Я еще сейчас точно не знаю. Поэтому, если интересно, подписывайтесь на них. Ссылки на их соцсети я оставлю в описании. И если есть вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я на все отвечу. С наступающим Новым годом. Пока.